Время Отлично, два-три часа, один раз в месяц мы собираемся, первая суббота месяца обычно. Я получаю отзывы от наших участниц, которые посещают наши мероприятия и говорят, как здорово, что вы всех объединяете, как здорово, что вы не делаете каких-то рамок и границ. Когда нам Ольга Донцова предоставила это место, мы решили сделать эту встречу городскую. Могли приехать из Сейлома. Есть люди из Сейлома, которые просили места забронировать? Есть такие? Есть такие. Ванкувер, Баттлграунд, Вудланд, где вот наша Ирина тоже сколько-то часов в час или сколько, наверное, ехала. То есть женщины захотели собраться вместе и, конечно же, в этот один прекрасный день. Кто-то сказал, что не придет и он пришел. Кто-то сказал, что придет и не пришел. Главное, что вы здесь все собрались. Поэтому прошу, так как у нас будут и спикеры, и паузы, и будет все очень насыщенно, у нас будут интересные спикеры сегодня, вы познакомитесь с каждой женщиной, уникальной женщиной. Я уверена, что каждая из вас достойна того, чтобы поделиться своей историей. Мы обязательно этому уделим время в следующий раз и в следующее мероприятие. Как я уже говорила, один раз в месяц, первая суббота месяца, вечером мы собираемся, а вообще не бейтолель, но сегодня мы в этом прекрасном зале. Ты заслужила. Вот эти все женщины, я их половину даже больше помогу не знаю. Но это все благодаря тебе. И я не знаю, кто из них верит в Бога, не верит в Бога. Но мы верим в Бога, поэтому мы сейчас помолимся, правильно? Благословим этот вечер прекрасный. Все добрались, слава Богу, все живы, здоровы. Я просто хочу сказать, что мы тебя любим. И у тебя, смотри, сколько сестер и братьев. Даже и родители есть, и боссы, и все. Все, кто тебя любит. Итак, значит, у нас сегодня будет такая программа. В первой части вы познакомитесь с прекрасным спикером. И, конечно же, многие знают ее, сколько улыбок, счастливых здесь, не только в Фортланд-округе, хоть благодаря вообще этой прекрасной женщине. Это наш спонсор мероприятия сегодня, которое нам позволило находиться в этом прекрасном зале. Это Ольга Донцова. Вы с ней познакомитесь сегодня. И она будет первым спикером нашим. После Ольги Донцовой у нас будет Ольга Кузьменко. Она лайф-коуч. И она тоже здесь находится рядышком. Я еще познакомлю, вы ее увидите. Майя Осипова, человек из Сакрамента, наш дизайнер вообще. Вы тоже увидите, обязательно познакомитесь с ней. В перерывах Майя будет делать трансформации причесок за пять минут просто, чтобы вот кто-то прямо себе в секунду на фотокарточку мог сфотографироваться и сказать, что вот я красивая, я успешная, я счастливая, я довольная. Также, конечно же, у нас в следующей части будет автор книг Наталья Шевченко. У нас будет косметолог сегодня Алана Кондратьева. У нас уже здесь есть косметолог Руслана. Прекрасно. Если кому-то красота именно интересует и услуги вот для себя, для любимых, да, побаловать. Мы же не можем быть везде в одном месте. Все в разных местах живем. Поэтому хорошо иметь специалистов в своей сфере где-то рядышком. Также у нас есть Татьяна. Замечательные золотые руки и, конечно, светлый разум, которая может обуздать именно вот все органические растения в баночки. И мы можем пользоваться органик-кремами. То есть можно будет в перерывах все это попробовать, познакомиться, потестировать. Потому что она разрабатывает и делает все сама. То есть вот органик-крема. Она тоже будет сегодня спикером. Вы с ней познакомитесь обязательно. Прекрасная семейная пара. Также, конечно, сегодня у нас будет Светлана Макалы. В перерывах она может показывать сальто. Но после перерывов она будет сегодня рассказывать о стиле жизни. Как она изменила свою жизнь. Как в определенный момент она решила помогать другим людям. И она расскажет о себе. Конечно же, во второй части я познакомлюсь с нашими будущими тренерами в трансформации. То, что многие уже слышали о трансформации. Знают, что это такое в других городах. Чтобы не только в Портленде. Поэтому вы познакомитесь над героев в лицо. То есть тех людей, которые работают с нами, с нашими женщинами лично. Также, конечно же, у нас потом будет тема отдельно. Это для себя. Те продукты вовнутрь, которые мы можем принимать для себя. Скажем так. Чтобы легче перенести стресс, нагрузки. Чтобы быть более энергичными. Или там, не знаю, чтобы когда голова болит, мы могли знать, какое растение может нам в этом помочь. И при этом не пить химикаты какие-то. То есть мы тоже об этом поговорим. Потому что на наших женских мероприятиях мы всегда деремся какими-то рецептами. И часто женщины приносят какие-то свои там. А я вот коллоидное серебро использую вот так-то. То есть у нас каждая женщина может говорить даже лучше, чем я. Я уверена. Но сегодня у меня такая честь представить нашего первого спикера. Нашу леди. Нашего первого открывателя. Потому что Ольга Донцова откроет нашу сегодняшнюю встречу женскую. И много улыбок, много людей. Очень профессионализм. Вы увидите, я думаю, на слайдах там очень много историй красивых и счастливых. Правда? Давайте я постараюсь показать. Что же она делает? Кто такая Ольга Донцова? Кто-то меня знает, кто-то не совсем. Я практикую вот в Пауэлл Фэмили Дентал уже в течение 20 лет со своим супругом Виктором Хлевным. И... That's me. Все началось давно. Как бы я родилась в Одессе. Это я со своей мамой. Small girl with big dreams. Я всегда знала, что я буду врачом. Я всегда лечила людей, собачек, кошек. Ольга на данный момент уже несколько раз делала мероприятие для нашей молодежи Бейталель. Вместе с нашей молодежью Бейталель. Вместе с Андреем Ивановым. Многие знают, что это лидер молодежного движения. И молодежь – наше будущее. Ну вот правда, то, что делает наша молодежь сейчас и сегодня, это будет понятно, что будет через 10, 20, 30 лет, что нас ждет вообще. Поэтому я бы очень хотела, чтобы Оля поделилась тем, что она делает для молодежи сегодня. 4 года назад было первый раз, когда я вышла на сцену и пела, и говорила перед людьми, которым я в жизни не говорила. Это был тоже Международный женский день в комьюнити-центрах. Петь неверующими людьми в этот раз. Почему я это сделала и почему я пела песню Анны Герман? Потому что я стала, как сказать, rebel, восстала. Я хочу узнать людей там, где они есть. Я хочу выйти из четырех стен, где я все время находилась, с такими же людьми, которые читают одни и те же книги, имеют те же самые проблемы. Я хочу увидеть, что там. Я даже ходила в бар, чтобы над чем там люди дышат. Понимаете? Я пошла на улицы. Я пошла в кафе. Я начала узнавать людей. Почему? Почему он холится? Почему он пьет? Почему он в церкви в депрессии? Почему негативный селф-эстим? И это многие вещи прячутся в нашей комьюнити. Итак, следующий спикер, наш гость, наша умничка, дизайнер и наш служитель, которая уже не первый раз приезжает на наши женские служения. Вот мы проводим в общине, это Бейталейль. Майя Осипова. Пожалуйста. Спасибо. Сегодня я хотела поговорить о формуле счастья. Почему об этом? Потому что за всю свою прожитую жизнь я определила одну вещь. Что иногда мы смотрим физическими глазами, и у нас представление об этом совсем другое, чем есть на самом деле. Вот мы смотрим красивые картинки, или мы смотрим на женщину, любуемся ей, и думаем, ну как все прекрасно, но совсем не так, как у меня. Или мы одеваем макияж, или мы красивые каблуки оденем, и мы все так марафетно ведем. Но что-то за этим еще стоит. Это больше, я говорю, о внутренних вещах, и они порой совершенно разные. У меня в судьбе вступала в сторону, женская сторона, женская сила. Вообще в славянской, в славянской культуре, в женской стиле не уделено много внимания. Особенно какой анкор я получила от мужчин, у меня было удивительно, когда меня начали женщины кричать, что женская сила в ее слабости, и я немножко, немножко мне было странно это слышать, потому что для меня, я пережила очень много насилия в своей жизни. Я думаю, что у меня в течение интересного сила, я занималась и сфере психологии, и сфере психологии, и сфере психологии. И я хочу объединить в этот багаж знаний, и просто объединить статьи, потому что когда мы делимся, мы комментируем. Вот, поэтому я готова к вам делать все знания, и я уверена, что очень понравится, так что надо. Для тех, кстати, кто еще не готов к фитнесу, в спортзале, заниматься в своем теле, я хорошую новость сказала. Ваша честь Ирина Тутова, где она хотела, опять же, ну ее найти в сфере, вон она, и в сфере, а она здесь, брат. Вот, так вот, теперь мы с ней организуем туры, выездные туры на картофель, конкретно, где у нас и питание, клеточное, где мы почти не ждем обычной еды. Кстати, поднимите руки, кто выжил без еды, реально смог на клеточном питании просуществовать. Вот, реально, раз, два, шутовать, третий. А про клеточное питание мы поговорим в третьей части. Ну, в общем, сейчас в студии у меня здесь есть такие, как говорится, женщины, которые выдержали правильное детоксикацию и очищение, и в горячих ванах оздоровились, поэтому те, кто хочет попасть в следующий пункт, оздоровления, сразу на русском ой говорим. Это будет на следующей неделе. Вот, с 17-го года, 17-го, в сфере, мы заезжаем, что-то вот и вечера, до воскресенья, вечера. Некоторые хотят отдохнуть, поэтому с пятницы. Вот, с 16-го, до 19-го. Так что, видите, визу, вот, есть Ирина Котова, и она вам все-все-все подробно на вторую неделю. Я всегда рада, потому что женщины объединяются с разными людьми. Я всегда говорю, что это здорово, что нас не объединяет. Вот, я так, думаю, я так, а я истуя в церкви, а я вообще не в церкви. Это классно, когда мы можем как просто соединяться, не смотреть на наши различия, а смотреть на то, что нас объединяет. Да, да. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок